ну что дорогие друзья сегодня мы с вами находимся на выставке амфибий московского зоопарка и это на самом деле очень интересное таинственное место где живут существа которые нам немножко знакомы но буквально совсем чуть-чуть и они ходят куча разных заблуждений предубеждений предрассудков и каких-то непонятных баек потому что мы с ними сталкиваемся очень мало так получилось что у нас в россии живет порядка 30 может быть 35 видов относящихся к этой очень интересной группе но сталкиваемся мы с гораздо меньшим числом в подмосковье если вам очень повезет у вас есть друзья-биологи вы сможете найти максимум 10 или 11 видов амфибий и большинство из них это будут жабы два вида или лягушки четыре вида и на этом наше знакомство с ними обычно и завершается но мировой фауне гораздо больше и например на мадагаскаре их можно встретить уже около 300 видов если знать где искать а вообще на всей нашей планете их обитает около шести может быть восьми никто не знает точно потому что постоянно отписывают новые тысяч видов 8 тысяч видов и 8 наших подмосковных самых обычных почувствуете разницу поэтому мы плохо себе представляем что же это за существа как же они устроены чем они отличаются от всех других и какая же у них бывает удивительная замечательная родня и как раз этому разнообразию посвящена наша выставка если говорить о крупных многоклеточных существах которых можно взять в руку то этих существ можно разделить условно на три больших кучки одна из этих кучек умеет с помощью солнечного света из углекислого газа и воды создавать органические вещества а еще у всех этих существ есть клеточная стенка состоящая из целлюлозы собственно с этим все сталкивались в своей жизни все знают это и эти существа называются растениями а тот процесс который позволяет нам создавать органические вещества из воздуха воды и солнечного света называется фотосинтезом две другие группы существ лишены этой возможности и чтобы получить органические вещества им приходится кого-нибудь есть те же растения или представители других групп представители второй группы также как и растения имеют клеточную стенку но не имеет способность к фотосинтезу и эта клеточная стенка устроена у них из того же самого вещества из которого устроены панцирь жуков из хитина и эти существа называются внезапно грибы грибы вынуждены кого-нибудь есть и обычно они разлагают какую-то мертвую органику, но есть даже хищные грибы, которые охотятся на, например, червей. Строят такие ловчие петли, ловят такую петлю и потом съедают. Остается третья группа живых существ, которая нам наиболее интересна, и у них как раз нет ни фотосинтеза, ни клеточной стенки. Называются они животные. Кто-нибудь когда не спутает креветку с лягушкой, с пиявкой, с медузой и, я не знаю, с морской звездой. Такие группки, отличающиеся друг от друга по строению, но в то же время сходные внутри себя, называются типами. Типов строения животных около 30. Все они достаточно разные, но один тип нам особенно близок и особенно интересен, потому что мы сами к нему относимся. Это очень небольшой тип родственной иглокожим, морским ежам, морским звездам, галатуриям и афиурам. Если отбросить 2000 самых примитивных видов из типа хордовые, этот тип так называется, то останутся его основная часть, это позвоночные. Те животные, с которыми мы с вами хорошо знакомы, у всех позвоночных внутри есть такая штука, которая позволяет твое тело согнуть, но не позволяет сделать его короче. Называется она логично позвоночник. При этом так получилось, что пищеварительная система располагается на брюшной стороне тела, а нервная система на спинной стороне тела. Если мы с вами посмотрим на креветку, у нее все ровно наоборот. Брюшная нервная цепочка идет у нее по пузику, а пищеварительная система кишечника идет по спинке и многие хозяйки, которые чистили креветок обращали внимание на такую черную жилку, которую они вынимают с креточного хвостика. Так вот, этот кишечник вынимает его для того, чтобы песок не хрустел на зубах. Мы с вами устроены ровно наоборот. Более того, у креветки скелет наружный, это хитиновый панцирь, а у нас с вами скелет внутренний. Кордовая группа такая, очень похожая друг на друга, все представители ее устроены примерно одинаково, хотя, конечно, на первый взгляд отличаются довольно сильно. И находим мы ее еще с кембрийского периода, когда только-только стала появляться жизнь, обладающая скелетиками, сразу появляются представители этой группы. И первые представители жили в воде. В воде они плавали, загребая своим длинным телом с плавниками. Плавники были парные и не парные, извлекали кислород из воды эти существа с помощью жабр. Когда приходила пора размножаться, они откладывали икру. Рыба существует до сих пор, на самом деле это несколько классов, объединенных в одну большую кучу. Тело рыб покрыто влажной слизистой кожей, и в ней может находиться чешуя. Получилось так, что рыбы жили и в пресных водоемах, в соленых водоемах, и были они очень разные. Причем сейчас у современных рыб плавники, парные плавники, состоят в основном из костяных лучей, а никакой мускулатуры и скелета почти ни у кого не осталось. Но были древние группы рыб, у которых был хороший скелет, хорошая мускулатура в грудных плавниках и брюшных плавниках. И когда ты оказываешься в том месте, где растения густо растут по берегам водоема, впадают в воду, загромождают прудик, плавать как красивый тунец или быстрая селедочка уже не получается. А хорошо бы протискивать через заросли, распихивать их своими примитивными, ну такими, можно сказать, уже лапками на самом деле. Вторая проблема, которая возникает, когда ты живешь в таких местах, это то, сможешь ли ты дышать в этой воде. Очень много кислорода уходит на гниение упавших в воду растений. И если ты можешь получить кислород еще откуда-то, а в атмосфере его порядочно, достаточно высунуть мордочку и взахнуть, то ты получаешь огромное преимущество и можешь выживать в тех водоемах, где никто выживать особо-то и не может. И, естественно, были такие древние рыбы, которые так выживали. У нас здесь в коридоре есть аквариум с многоперами. Это современные рыбы, которые сохранили некоторые древние черты. И у них есть примитивные легкие. Они могут заглатывать пузырьки воздуха в эти легкие. Примерно треть кислорода они получают за счет своих легких. Часть кислорода они получают с помощью кожи и часть с помощью своих жабр. А в фойе нашей выставки находится аквариум с американскими чешуточниками. И у американских чешуточников тоже есть примитивные легкие. И самое интересное, что что у американских чешуточников и на передних, и на задних конечностях есть скелет и мускулатура. Увидеть их можно, к сожалению, только на препаратах, на живом существе это не очень заметно, но длинные нитевидные плавники выглядят совершенно не так, как выглядят у привычных нам каких-нибудь акуней, щук или какой-нибудь, я не знаю, барракуда. А у многоперов такие мясистые ладошки есть только на передних, на грудных плавниках. Но была группа рыб, у которых были и примитивные легкие, и хорошие мясистые ладошки, причем и на передних плавничках грудных, и на задних брюшных. И эта группа рыб называлась кистеперой. Сейчас сохранился один или два вида, обитающих у берегов Африки и у берегов Индии. Важно то, что примерно 400 миллионов лет назад те древние рыбы, которые жили в пресных водоемах, потихонечку начали осваивать сушу. Просто потому, что в воде они уже были, а на суше их еще не было. И вылезая на сушу, оказалось, что жить там надо совсем по-другому, что хочешь выживать, надо как-то меняться. Естественно, они менялись. То есть те, кто имели какие-то преимущества, оставляли больше потомков, и их потомки наследовали новые места обитания. И так возникает новый класс живых существ, происходящих от рыб. Парные плавники потихонечку превращаются в парные конечности, легкие развиваются, усиливаются, крепнут, и животные получают способность дышать уже с помощью легких. Влажная слизистая кожа у них сохраняется от их рыбообразных предков, и они живут по берегам водоемов, часть жизни проводя в воде, часть жизни проводя на суше, перебираясь с одного водоема в другой, и может быть охотясь на какую-то живность. Но в воде, конечно, им охотиться было проще. Новый класс называется как раз-таки земноводные или амфибии. И самая главная земноводная черта, это не то, что они живут на берегу, а то, что когда приходит пора размножаться, они все вынуждены вернуться обратно в воду и отложить там икру. И из этой икры вылупляются водоплавающие личинки. Гловастики как раз-таки те самые водоплавающие личинки из хвостых амфибий, которые вылупляются из икры в воде, живут в воде и дышат жабрами. Так же, как делали их рыбообразные предки. Это очень важно, потому что больше ни одна группа животных так не делает. И в какой-то момент, когда эта личинка дорастает до нужного размера, она начинает проходить метаморфоз, превращение. И у нее перестраивается кровеносная система, перестраивается дыхательная система, перестраивается ртовой аппарат. Много происходит перестроек. И в результате она с жаберного дыхания переходит на дыхание легкими. Часто изменяется форма рта и тип добычи, на которой она охотится. У веслостых пропадает хвост. И новое и другое обновленное существо вылезает уже жить в привычную ему среду. Некоторые выбираются на сушу полностью, некоторые живут на границах воды и суши, некоторые остаются в воде, но дышат они при этом все равно легкими. Хотя, несмотря на то, что дышат они легкими, легкие у них довольно примитивные. Поэтому кожа тоже играет важную роль в дыхании. И кожа у них поэтому влажная и слизистая. И такая кожа привязывает их к воде. Способ размножения привязывает их к воде. Амфибии живут там, где есть какая-то вода. Пусть не круглый год, пусть не всегда в жидкой форме, иногда в виде росы, но вода им нужна жизненно необходима для того, чтобы размножаться, для того, чтобы дышать. Поэтому это существа такие вот довольно специфические. И долгое время амфибии правили на нашей планете, потому что просто других наземных позвоночных не было. Но если хочешь осваивать сушу, надо меняться. И некоторые из них менялись, потихонечку давая новые формы. Что мешает амфибиям осваивать леса, саванны, пустыни, какие-то горные регионы? Влажная кожа. Влажная кожа не позволяет жить там, где сухо. А давайте сделаем кожу сразу уже сухой. Сухая кожа плохо гнется, толстая, роговая, зато защищает тебя от потери влаги. И чтобы она гнулась, надо разбить ее на отдельные многоугольнички. Разбиваем ее на отдельные многоугольнички, получаем щитки или чешуйки. Итак, существо похоже на амфибию, но покрытое чешуей. Раз. Вторая проблема – это размножение. Чтобы как-то обеспечить развитие личинки, надо достать ей запас воды. А давайте возьмем икринку, добавим к ней запас воды и закроем все это в жесткую оболочку. Получается очень грубо яйцо. И внутри этого яйца происходит полное развитие икринки, личиночки. И наружу вылупляется уже существо, похожее на взрослое, просто меньшего размера. Вот. И те существа, которые откладывают яйца и покрытое чешуей, называются рептилии. К ним относятся из современных крокодилы, черепахи, готерии и чешуйчатые, ящерицы и змеи. Естественно, получается рыбы, из них происходят амфибии, от амфибии происходят рептилии. Все хорошо, но есть одна проблема. Рыбы, амфибии и рептилии – существа холоднокровные. И когда ты холоднокровное существо, жить в тропиках тебе замечательно. Температура твоего тела такая же, как температура проречи среды, но она достаточно высокая, чтобы бодро бегать, шевелиться, охотиться, жить своей полноценной жизнью. Как только ты забираешься ближе к полюсу, к северному или к южному, как только ты лезешь в горы, как только ты попадаешь в пустыню, где по ночам бывает очень холодно, и температура понижается, твоя активность тоже замедляется, понижается, и ты ведешь себя гораздо медленнее, и те, кто почему-то еще быстрые и теплые, могут тебя найти и съесть. И, соответственно, быть холоднокровным не всегда выгодно. В этом есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Если хочешь осваивать такие суровые регионы, то надо как-то меняться. И один из способов — это производить тепло внутри себя. Когда ты что-нибудь съел, окислил органические соединения, содержащиеся в этой пище, и за счет этого тепла прогрел свое тело. Но есть одна проблема. Тепло постоянно излучается, разлетается с нашей поверхности тела. Можно уменьшить поверхность тела, превратиться в шарик, но найти вкусный жирный колобок — любой будет рад и съест его с огромным удовольствием. Поэтому вторая штука, которую можно сделать, — это не превращаться в шарик и не запасать много-много жира, покрывающего толстым слоем, а найти какой-то теплоизолирующий покров. И вот у нас теплоизолирующий покров — это одежда. Очень удобно. Под ней есть немножко воздуха, и этот воздух защищает меня от холодного внешнего воздуха. Внутри он теплый. Смотрим на ящерку. У ящерки есть чешуя, но нет никакой одежды. Давайте сделаем ей одежду из того, что первое попалось под руку. Из чешуи. Берем чешуйки и увеличиваем их так, чтобы одна чешуйка наслаивалась на другую, на третью, на четвертую покрывала ящерку таким сплошным слоем. Причем чешуйки можно сделать очень тонкими, очень легкими, воздушными и пушистыми. Под ними будет воздух, они почти ничего не весят, они одна относительно другая двигаются, все очень здорово и удобно. И получается такой странный, своеобразный теплоизолирующий покров из наслаивающихся пластинок, очень тонких, легких и воздушных. Птицы теплокровно откладывают яйца и происходят от каких-то рептилиеподобных предков. Либо это потомки динозавров, либо предковая группа, которая дала и динозавров, и птиц. Сейчас это не столь важно, но мы имеем интересную цепочку. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы. Это четыре группы из пяти групп современных позвоночных. И осталась последняя группа, к которой относимся мы с вами. Львы, бегемоты, киты, дельфины, какие-нибудь, я не знаю, дикобразы или летучие мыши, много-много разных существ, которых объединяет то, что они покрыты шерстью и выкормлены детенышей молоком. И многие из них, живородящие, это млекопитающие. И естественно, птица не подходит на роль предков млекопитающих. Рептилии тоже не подходят, потому что в рептилии сухая кожа, и рептилии откладывают яйца. А вот у амфибий кожа уже более влажная, чем у рептилий, и даже более влажная, чем у млекопитающих. И от амфибий, в свою очередь, когда-то давным-давно происходили другие существа, похожие внешне на рептилий, но не слишком сильно. И когда рептилии доминировали на нашей планете, эти существа жили под огнетом и выбрали такой образ жизни. Ночь, нора, болота, тихонечко, в малом размерном классе, где-то среди кустов в сумерках бегать. Когда ты бегаешь в сумерках среди кустов, тебе не нужна слишком сухая кожа, поэтому чешуи у этой группы не возникает. Зато в сумерках бывает прохладно, они достаточно быстро развивают теплокровность, и оказывается, что если нет чешуи, то и перей делать не из чего, а нужна какая-то штука, которая будет тебя теплоизолировать. И кожные железы, которые выделяли смазку для кожи, увлажняли ее, жировые секреты, белковые, стали вырабатывать плотный белковый секрет в виде столбиков. До сих пор эти столбики покрывают наше тело, и у животных это называется шерсть, а когда эти столбики вырастают на мордочке более длинными и толстыми, это усы и вибрисы, и можно еще и в сумерках ощупывать, куда же ты идешь, когда абсолютно темно, но при этом не хочется биться головой об каждый корень. Итого у нас получаются рыбы, амфибии, рептилии, птицы, тут были звероящеры и плитопитающие. Такая вот развилочка, где амфибии сидят ровно посерединке. Ни рыбы, ни мясо, ни птицы, ни звери, ни в воде, ни на суше атакают странная, необычная группа живых существ.